Да, начинаем. Если говорить, пару слов немножко обо мне. Вы мне уже рассказали, я особо не буду заострять внимание. Я являюсь кофаундером и сетё украинского стартапа Dots Platform. Можете писать мне на почту, если у вас будут какие-то вопросы. Так, как сказано, я уже больше восьми лет занимаюсь бэкэнд-разработкой на PHP. Также я являюсь преподавателем курса Laravel на площадке Otus. И в городе у себя ещё являюсь метром гарвардского курса CS50. Возможно, кто-то слышал. Да, цель нашего воршопа – это научиться настраивать отказоустойчивую работу Redis-кластера и делать это достаточно быстро. Если говорить про план нашего воршопа, он будет такой. То есть я коротко вообще расскажу про Redis и как мы его используем. Да, расскажу дальше про историю нашего фейла и как мы пришли к тому, что есть сейчас. Мы дальше настроим просто Redis-репликацию. После этого поговорим про Redis Sentinel, настроим мониторинг мастер-ноды. Закрепим всё это с помощью хапрокси. Настроим единую точку входа для наших приложений. И дальше мы ещё настроим автоматический файловер с помощью KeeperLauder. Да, то есть пунктов достаточно много, поэтому я буду стараться рассказывать всё максимально быстро. Ну вот про Redis. Я думаю, что все его используют и все его знают. И так, чтобы все понимали, консумптуально Redis – это баз данных, базирующаяся на парадигме ключ-значения, когда по каждой порции данных ассоциируется с неким ключом. То есть в классическом понимании Redis – это K-Value хранилище. Да, но при этом возможностей у Redis очень много, а не только K-Value. И вот многие о них не используют. Да, то есть как K-Value, на самом деле Redis является первым хранилищем по рейтингу DBN Giants и с большим отрывом отрывается от всех остальных. То есть сравнивается в основном упоминание. Здесь не говорим про перформанс, упоминание, использование. Redis отрывается больше, чем в два раза от предыдущего своего преследователя Amazon, да, на DB. И, по сути, Redis – один из самых распространенных практик и технологий на проектах. Я думаю, что у всех в той или иной мере используется Redis, как минимум, как K-Value хранилище. Да, но какие же основные сценарии для использования Redis? Да, если мы говорим, то основной, самое простое – это кеширование, K-Value хранилище, его используют многие. Дальше сюда же можно принести еще и сессии. Очереди сообщений тоже можно реализовывать на Redis, хотя, возможно, есть более подходящие для этого инструменты, хотя Redis тоже решает хорошую часть проблем с ними. Также счетчики для аналитики. Да, мы работаем с большими цифрами. Тоже Redis здесь легко справляется. Автокомплиты в целом у Redis есть еще отдельный модуль для работы с поиском. Тоже можно посмотреть. Он продается в платный Enterprise лицензии Redis и решает многие задачи. Да, также Redis можно использовать как основное хранилище. И я думаю, многие знают, что Redis – это именно хранилище в оперативной памяти. Но в то же время у Redis есть по Enterprise лицензии, есть салюшен, который работает с вашим диском, работает почти так же быстро, как в оперативной памяти. Также классная штука, которая есть у Redis – это геопространственные индексы и поиск по, как называемым, геоспатшал. Да, тоже крутая штука, которую можно юзать. IP-геолокация. Здесь один из сценариев тоже иногда используемых. И также множество других. Если говорить про нас, то вот мы используем Redis для кеширования с ACO через сообщения, счетчик для аналитиков. Мы используем частично его как основное хранилище для данных, которое, в принципе, можно потерять. Геопространственные индексы мы тоже используем, для этого используем Redis. Поэтому Redis – это не только кей-валю хранилище. Да, окей. Давайте поговорим про наш фейл. На самом деле здесь все было просто. У нас был один мастер-сервис и было два слейва. И так случилось, что мастер-нода упала, сервер упал, и нужно было ручками слейв сделать мастером и настроить приложение на этот новый мастер. Ну, такая там типичная история, которая случается, когда нету какого-то мониторинга. То есть, ну, это было в субботу вечером, час пик по заказам, и у нас падает как раз сервак с Redis. А на Redis у нас, как я рассказывал раньше, весь кеш, сессия, геоопределение, хранилище. И, по сути, все не работает. Да, это суббота вечер, и все не работают. Да, и здесь нечего добавить. То есть, происходит вот такая. У нас был даунтайм порядка, наверное, полчаса, пока мы собрались и все смогли починить. Тогда мы поняли, что дальше жить так нельзя, и нужно что-то делать. Да, то есть, пришла какая-то идея, чтобы найти какое-то отличное решение для этой проблемы. Да, и то, к чему мы подходим, что мы же реализуем сегодня. А сегодня у нас появится вот такая картинка, то, что мы попробуем реализовать. То есть, по сути, у нас будет Redis Cluster из трех Redis Node. Одна из них будет являться мастером и две репликации. И у нас будет два х-прокси сервера, которые перенастраивают плавающие IP между собой. И все это постараемся делать быстро, легко, так, чтобы перед завтрашним выходным особо не напрягать сложной информацией. Да, нам для этого будет нужно, был вопрос в Дискорде, что нам понадобится. По сути, нам нужно пять виртуальных машин, пять контейнеров. Три нам нужны для серверов Redis Server и Sentinel. Два сервера нам понадобятся для х-прокси. И один сервер-клиент, с которым мы будем коннектиться. Да, ну и, по сути, давайте перейдем к самой простой части нашего воркшопа. Настроим мы репликацию Redis на трех серверах. Если говорить про репликацию, снова же напомню, что по умолчанию все реплики являются read-only, и записывать в реплики нельзя. То есть, если мы хотим это модифицировать, это достаточно опасно. Но можно исправить, и чтобы реплики можно было писать, но с этим нужно быть осторожным. То есть, все реплики по умолчанию, они read-only. И для низкой задержки высокой производительности, репликации в Redis по умолчанию, они асинхронные. Тоже это очевидная вещь. То есть, мы записываем в мастер, и только спустя какое-то время, то есть, может быть некий лаг у нас по репликации. Тоже на это стоит обращать внимание. То есть, в принципе, можно настроить, чтобы все было синхронно. Но в этом случае мы потеряем производительность. Да, то есть, перейдем к самонастройке, к коду. Для начала нам понадобится установить пакет Redisered, да, и редактировать его конфиг. Если мы говорим про мастер, нам нужно будет настроить, естественно, некую защиту. Поставим Require Path FVD Secure, да, и я сразу настрою еще Master House FVD Secure, забегая наперед. То есть, у нас Redis может переходить с помощью Sentinel из состояния в состояние. И, по сути, нам нужно указывать Master House не только на репликах, но еще непосредственно на массе, чтобы потом не было проблем. Ну, а на репликах все достаточно просто. Мы должны будем просто настроить, указать реплика ОФ и указать, на какое пишут, у нас все будет ссылаться. Да, и давайте это, по сути, и сделаем сейчас. То есть, я уже развернул в терминале. Надеюсь, у меня коннекшены не потерялись к Redis серверам. Да, то есть, у меня есть три сервера с Redis и для хапрокси. Так. Идем. В Redis, то есть, ну, для начала нам понадобится установить непосредственно сам пакет. Я его ставлю. На все три машины ставлю параллельно. Так. Устанавливаем сам пакет. Если есть вопросы, вы можете писать их в чат. Я буду стараться максимально оперативно на них отвечать. Да, после этого мы используем Ubuntu Firewall стандартный. Да, мы защитим для Redis. Нам нужно открыть, по сути, порт. 6379 стандартный, который использует Redis. И я не буду копаться в настройках. Я пойду через команду и буду просто говорить, что мы делаем. Да, то есть, ну, у меня открыт уже везде порт. Да, так, на всякий случай. Бывает достаточно часто ошибкой. Забываем пробросить порт. Да, я настрою заэкспорчу конфиги, которые мне будут нужны, по сути, мастер IP. Но мне понадобится только на репликах. Да, то есть, первая команда, sudo set, она нам разрешит обращаться к серверу извне. Да, то есть, и required pass, и required password. По сути, то, что нам будет нужно для авторизации. Да, хороший вопрос. При текущей схеме можно упереться в канал хапрокси. Ну, здесь про хапрокси мы еще поговорим чуть дальше, чуть позже. Как со всем этим можно... Как решать можно эти проблемы? Ну, это точно хороший вопрос. Так. И меняем наши конфиги. Ставим, то есть, я устанавливаю пароль и для текущего Redis, и потом для мастера. Так. Повторяем это все на наших трех серверах. То есть, естественно, что достаточно тривиально нужно повторить всю эту работу на всех машинах. Так. Я надеюсь, на что... Оп. На реплики я должен был еще добавить. Реплика офф. И сделаем это на реплике. Так. Делаем на нашей второй машине. Да, то есть, мы сейчас давайте запустим Redis, проверим, что все действительно работает. И перейдем к дальше. Так. Проверяем работоспособность. Да. Redis, клей, инфо, репликейшн. Проверяем, настроена ли у нас репликация. Да, у нас сейчас репликейшн рулмастер на этой ноде. И мы успешно настроили... Подключились два слейва. Да, то есть, если проверить, что все работает, можем сделать Redis. И давайте зайдем. Проверим, что все работает. Тест 1. И подключимся на нашей новой реплике. Так. Подключаемся и проверяем. Так, мы на слейв активен. И можем сделать GetTest. И верю, что у нас действительно реплика работает. То же самое мы сделаем на третьей машине. Тоже, чтобы убедиться, что все действительно работает. И все настроено пока правильно. GetTest. 1. Да, то есть, ну и я говорил, что нам будет нужен один сервер-клиент. Да, давайте вот так и пробежимся по нему. У нас есть мастер private IP. Да, я подключился. Давайте я проверю, чтобы мастер IP у нас был, стоял здесь тоже. И теперь мы можем так. Давайте я просто копирую. И установлю. Ап. И сейчас проверяем IP. Напишем наши приватные ноды. И смотрим. Не знаю, что такое пароль, потому что я его не заказал. Но давайте напишем его руками. Да, все, мы зашли на нашу ноду, getTest и проверяем, что все работает со всех машин, у нас все пингуется. Да, то есть реплика, по сути, на текущий момент у нас все окей. Можем идти дальше. Теперь, что у нас есть на выходе. У нас есть три сервера. Если один из них упадет, мы можем быстро переключиться на другое. Мы должны будем зайти ручками и все это самостоятельно сделать. Но, по сути, не совсем удобно. То есть это требует вмешательства человеческого и занимает достаточно большой даунтайм. То есть пока мы среагируем, поднимемся и начнем править, это не так просто. Для этого, чтобы не дать это руками, Redis можно переконфиживать с помощью Redis Sentinel. По сути, Redis Sentinel – это автоматически перенастраивать слейв в мастер, если текущий мастер недоступен. Да, то есть давайте настроим мониторинг Redis Master с помощью Redis Sentinel. Да, это делается тоже достаточно просто. Но здесь нужно замечание. Для надежного развертывания вам потребуется к минимуму три узла Sentinel. То есть и с двумя делать нельзя. И почему нельзя делать, то есть тоже поговорим. То есть, например, у нас есть два Sentinel, которые мониторят параллельно работу наших Redis серверов. То есть у нас сейчас на экране показано, у нас есть мастер, у него есть реплика и есть Sentinel-1 и Sentinel-2, которые, по сути, следят за состоянием нашего кластера. И происходит какой-то момент, когда у нас падает сервер, да, и у нас, если сервер с мастером перестанет работать, так же перестанет работать Sentinel-1. И в этом случае Sentinel-2 не сможет авторизировать аварийное переключение. Поэтому система станет недоступна. То есть если у нас в системе меньше, чем два Sentinel, которые говорят, не говорят между собой, автоматом не перенастроится мастер, который попробует это показать. То есть здесь нужно быть аккуратным. Поэтому правильный пример с тремя Sentinel-2 это правильная настройка. По сути, у нас есть некий мастер и есть две реплики. В случае, если мастер у нас выйдет из строя, то два Sentinel-2 и Sentinel-3 могут договориться между собой, кто из них станет мастером и смогут его разделить. То есть, по сути, ну и всегда желательно указывать нечетное, непарное количество Sentinel-2, чтобы они между собой принимали какое-то решение. Потому что может быть проблема с сплитом, когда у нас одновременно в системе находятся два мастера, тоже достаточно опасно. Потом после мэржа непонятно, кому отдавать приоритет. Ну, вот так это примерно выглядит в нашем приложении. То есть у нас есть Redis Server Master, к которому случится приложение. В случае, если у нас упадет один из серверов, Redis Sentinel это подхватит, об этом узнает и, по сути, перенастроит Redis, сделает из текущего слейва, сделает мастер автоматически. По сути, сейчас нам, да, если я сейчас остановлю, сделаю просто, простую операцию, остановлю Redis. Останавливаем Redis, я беру просто процесс. И мы еще раз напишем, проверим состояние репликации. Мы увидим, что у нас master link status down. То есть у нас, по сути, будут две репликации, которые будут неактивны. То есть по-прежнему к ним можно делать get-запросы, но записать мы никуда не сможем. То есть у нас нода доступна на чтение, но не доступна на записи. Чтобы это исправить, нам нужно заходить в конфиге Redis и их уже править ручками. Нам нужно, по сути, зайти и репликаов здесь убрать, закомментировать и указать репликаов на поменять API на третьей нашей ноде. Это занимает время, хочется, чтобы это было автоматически. Да, то есть, ну, давайте сделаем это автоматически с помощью Sentinel. Да, то есть, когда сервером master 1 выходит из строя, S2 и S3 соглашаются об отказе и смогут авторизовать аварийное переключение. Как раз давая клиентам возможность продолжить и сделать это относительно быстро. Да, то есть для работы на строке Redis Sentinel тоже делается все достаточно просто. Мы устанавливаем пакет Redis Sentinel и правим его конфиги. Мы должны указать Require Pass, защитить наш Sentinel с новым паролем. Да, и указать, кого именно мы будем мониторить. Да, какую ноду и вот второй параметр Sentinel Monitor master 01 мы указываем последним числом еще и 2. То есть, сколько нужно соглашения о том, что у нас произошло аварийное выключение, что у нас что-то идет не так. Да, дальше у нас параметр down after milliseconds и fallout timeout. Да, которые будут говорить, что когда признавать наш мастер, что он упал, потому что могут быть проблемы с сетей. Да, здесь нужно вот подбирать эти значения, потому что они будут варьироваться от сети. То есть, где-то меньше, где-то больше. То есть, ну, в принципе, для нас 3000 миллисекунд, не указывается в миллисекундах, достаточно нормальный параметр. Да, то есть, ну, давайте попробуем накодить и проверим, что все действительно работает. То есть, нам для этого снова же понадобится установить пакет и разрешить порты. По умолчанию я еще создам бэкап всех наших переменных. И мы снова же делаем все это на трех серверах. То есть, по сути, я сейчас показываю минимально возможную настройку. Да, на продакшене можно использовать большее количество серверов. Так. Принцип работы у нас будет тот же. Ставим Sentinel везде. И создаем бэкап. Да, то есть, поскольку мы используем Ubuntu Firewall, я расшариваю порты. По умолчанию Redis Sentinel использует порт 2026379. То есть, только дописано в конце, перед портом Redis. Так. Егор, вы не разрешили возможность мастер-мастер репликации? Есть вопрос. Да, хороший вопрос. То есть, ну, по сути, речь идет о синхронной репликации. То есть, ну, здесь вопрос будет именно к производительности. Да, то есть, настроить можно, но как это будет работать на скорости, я не сталкивался. То есть, здесь упирается от необходимости и от задачи. Так, дальше мы копируем необходимые настройки. Снова же я экспорчу на все три ноды. Снова я сделаю для себя вот такие команды, да, чтобы точно что-то не забыть конкретное на одно из нод. Вот, да, часто, когда что-то просто теряется. Снова же, поскольку мы поставили только что Redis Sentinel, у него есть дефолтные настройки, да, которые я закомментирую. То есть, у нас есть BIN 127.001, означает, что у нас Sentinel недоступен извне. Я комментирую эту настройку. После этого Config.Epoch и Leader.Epoch я тоже комментирую эти настройки. То есть, они монитор отвечают за работу моей мастера. Мы будем называть Sentinel Cluster по-другому, поэтому я просто закомментирую. Так же, как мы закомментируем дефолтную настройку мониторинга, по сути, Redis на локальной машине. Да, то есть, давайте это сделаем. То есть, мы дефолтные настройки комментируем и дальше настроим уже своими, которые нам будут необходимы. Так, снова мы делаем это все на трех машинах. Просто копируем, вставляем. И я надеюсь, мы закомментировали. Да, и дальше давайте пробежимся по основным настройкам. Ну, первые настройки две для Ready Sentinel, Protected Mode, Yes, Required Path. Сейчас мы защищаем Sentinel для несанкционированного использования. Мы открыли уже его наружу, поэтому стоит защитить его паролем. После этого мы указываем, кого мониторить, кто у нас является мастером. И, по сути, мы должны указать правильно его API, который будет его перенастраивать. Да, после этого указываем, естественно, пароль Redis, который мы будем использовать. То есть, стандартные настройки для даун автора миллисекундс фолловера. И после этого мы еще указываем конфиг эпох и лидер эпох. То есть, параллель и параллель синкс. Параллель синкс говорит о том, сколько у нас параллельно может идти нод в репликации. Я рекомендую вставить тоже минимальное число, чтобы у нас не было одновременных репликаций. То есть, в принципе, поочередно стоит это делать. Так, вот вопрос с Павел. Павел, если реплика перезагрузится и стартанет пустой мастер, реплицирует на нее все с нуля? Вот, личный вопрос. Все зависит от того, как настроен у вас, по сути, Redis Snapshot, как он бэкапит ваши данные. То есть, по умолчанию все данные, в принципе, они бэкапятся снапшотом вам на диск. Да, и когда вас рестартуют, по сути, рестартуют слейв, он сначала заберет их данные, которые у него есть локально, и после этого еще и засинхронит данные с мастера. То есть, в любом случае, данные все будут синхронизироваться. Здесь есть... Вот вопрос хороший, потому что есть разные режимы персистентности данных. Да, и иногда настраивают, когда у нас мастер нода пишет данные, сохранят их все на диск, а реплики используются с меньшим железом, меньше оперативной памяти. И, в принципе, для реплики могут не использовать вообще сохранение на диск. Да, и в этом случае может быть ситуация, когда у нас падает мастер нода, переключается все на слейв, и в этот момент на слейвы тоже могут упасть. И когда будет рестартовать сам Redis, мастер у нас будет, условно, который был на слейве, и данные там могут потеряться. В этом является самая большая опасность. Поэтому я рекомендую настраивать все Redis одинаково и использовать некую персистентность. Пока они будут синкаться, то все будет лежать. Но здесь зависит тоже от настроек. То есть, в принципе, все делается синхронно, и проблем особых не должно быть. То есть, снова же, все зависит. То есть, если у вас большая база, скорее всего, у вас будет уже развернуто все. И вас слейв не будет сильно отставать от мастер. Так, окей. Да, то есть, и конфиг эпохи, и лидер эпохи. То есть, мы говорим о том, что мы стартуем с нуля, у нас чистый Redis Sentinel. Дальше это значение, которое будет перезаписывать сам Redis Sentinel. Окей. То есть, я копирую снова же. Я копирую на все три ноды. Настройки одинаковые идут для всех наших сервисов. Давайте сейчас так и попробуем. Redis первый установили, второй установили, и на третий тоже установили. Мастер, надеюсь, у нас активен. Я его стопал. Надеюсь, я его стартил, и сейчас все заработает. Так. Давайте Redis. Проверяем, что все у нас по-прежнему работает. Redis. И давайте InfoReplication. Да, смотрим, у нас по-прежнему текущая нода является мастером. И после этого можно проверить InfoSentinel. Проверить состояние Sentinel. Минус P26379. Да, и мы видим, что у нас есть активный мастер. И у нас сейчас статус. Окей, у нас все в порядке. У нас мастер нода с IP-шником 151.89. Два слейва. И у нас три Sentinel, которые мониторят всю эту ситуацию. Да, если мы сейчас везде проверим, что у нас все работает. Да, проверяем. На второй ноде. И то же самое делаем на третьей ноде. Тоже проверим, что у нас все работает. Да, у нас мастер работает. То есть мы настроили настройку. И давайте перейдем к самому интересному. Да, вот к вопросам по поводу того, что будет, если мастер у нас упадет. Да, самый простой кейс. Redis почему-то у нас удалился из процессов. Давайте мастер нода. И мы ее стопнем. SudoService, Redis, Server, Stop. И переходим сюда. И давайте посмотрим на состояние нашего кластера. И смотрим, что у нас на текущий момент вторая нода является репликой. И она является репликом уже не... Если вы обратили внимание, здесь другой IP-шник. У нас третья нода стала мастером. И давайте посмотрим. InfoReplication. Да, у нас третья нода автоматически стала мастером. И, по сути, у нас все работает. То есть у нас перенастроился Redis мастера. И если у нас упал Redis 1, нам будет достаточно уже в приложении просто поменять IP-шник. Да, и указать уже правильный IP-шник. При этом всем саму работу Redis нам не нужно будет как-то трогать. Да, то есть и когда у нас Redis Server стартанет обратно, можно смотреть на информацию, InfoReplication. Обратите внимание, что он по умолчанию включился в режиме мастера. Да, то есть и есть некий момент, пока Redis его не перенастроит и не сделает снова же слейвом. Да, то есть обратите внимание, что спустя секунд пять у нас Redis стал не мастером, а перенастроился, подключился уже к Sentinel и стал автоматически слейвом. Да, то есть и по-прежнему третья нода, она является у нас мастером. Да, то есть, но давайте перейдем к более сложному кейсу. У нас полностью, например, я использую линод, да, и, например, у нас Redis 3 полностью упал. У нас сейчас там активный мастер, и мы делаем ему PowerOff. Я выключаю его из сети. Да, то есть в этот момент, сейчас у нас пока Redis еще, наверное, живой. Все, мы вышли. Нас выкинуло, разлогинило и сессии. И смотрим сейчас, что у нас происходит. Обратите внимание, что Redis уже перенастроился и уже понимает, кто является мастером. Мастером является, по сути, наша первая нода, снова вернулась. Да, и если сейчас мы будем GetTest, да, будем пинговать, будем обращаться к нашей первой ноде, то мы сможем спокойно записать и установить ей какие-то значения. Да, все у нас здесь будет работать. Да, и самое интересное произойдет, когда у нас одна нода выключена, третья. Да, то есть у нас есть сейчас активный мастер, но он один, и мы сейчас убьем его. PowerOff. Мы убиваем и вторую ноду. И вот в этом случае у нас Redis Sentinel нам не поможет, поскольку у нас стоит минимальное количество для детекта какой-то ошибки, что у нас должно два Sentinel послать и согласовать между собой сообщение об ошибке. Поскольку они согласовать не могут, у нас только один активный Redis Sentinel на текущий момент, то он не перенастроит у нас никак наш слейв. И в этом случае нам придется все равно руками идти и доправлять. То есть здесь уже вопрос к настройке количества ваших серверов, которые будут в мониторе. То есть если вам нужна какая-то отказоустойчивость, вам нужна настолько много серверов, вам нужно ставить. Мы заповоровали, давайте теперь поднимем их обратно. Снова же, после того, как мы их поднимем, можем не переживать. То есть автоматический Redis Sentinel поймет, что наши ноды поднялись, вернулись они к работе, и автоматом переназначит уже какого-то активного, значит, одного активного мастера. Да, но здесь может быть ситуация, когда данные некоторые потеряются. То есть уже дальше зависит от снапшота, вот того, как все настроено у вас в персистентности, какие данные сохраняются и как сохраняются. Но в теории можно потерять при стандартных настройках до минуты данных. Так, ну что, мы подняли. Я думаю, что можно теперь опробовать обратно залогиниться и проверить, что у нас все действительно окей. SSH, FVDs здесь у нас 22-й должен быть в конце. А здесь SSH, FVDs. И ищем 36-й. Залогинились. Ну, давайте проверим, что у нас в работе. Все ли правильно работает? Да, то есть, но уже. Нет, мы еще не переконектились. Еще не поднялось у нас. Вот теперь она поднялась. Проверяем, кто же у нас на текущий момент активный мастер. Да, мы снова видим, что у нас первая нода, она является активным мастером. А вторая, третья, по сути, являются репликами первой. И все работает. Окей. То есть, теперь у нас нет проблем, что слей является такой read-only, и слей не нужно перенастраивать, все автоматически сделать за нас уже Sentinel. Так, ну, мы мастера постопали, проверили все, что все работает, что у нас мастера переназначаются, и здесь все отрабатывают. Ну, на самом деле, вроде как неплохая работа была сделана, что-то уже настроили, и, в принципе, оно уже работает. Да, и, как бы, ситуация следующая. У нас есть приложение, которое пингует наш мастер. Мастер у нас вышел из строя. Ready Sentinel в этом случае нас понял и переназначил активный мастер. Сделал из него другой. Да, но приложение при этом ничего об этом не узнало. Да, и нам снова нужно ручками в настройках приложения указывать IP Redis Master. А этого делать не совсем охота. Да, то есть, что-то делать ручками, указывать, это и время, и, как бы, чревато ошибками стороны человека. Да, то есть, ну, по крайней мере, оно уже будет так работать, хоть и не совсем хорошо. Да, какие уже у нас есть на текущий момент варианты решения этой ситуации. Да, мы можем пробовать настроить автоматическое переключение. Ну, самое банальное – модифицировать код приложений, либо же использовать прокси-сервер, который будет перенаправлять запросы к актуальному мастеру. Да, то есть, можно попробовать в коде. Условно, мы указываем у себя несколько IP-шников. Если к одному IP-шнику мы не достучались, то пробуем в другой, и кто-то на стороне приложения пинговать, кто является вообще активным мастером, да, и кому можно обращаться. Ну, это не совсем правильный путь, и в том числе, если у вас достаточно много приложений, да, то менять код везде будет долго и дорого. Даже если вынести все это в отдельную библиотеку какую-то, нужно будет везде подключить и его использовать. Да, более простой вариант – это использовать прокси-сервера, которые будут перенаправлять запросы к актуальному мастеру. Да, то есть, если приложений много, модернизировать код нужно в каждом. Да, поэтому мы выбрали второй путь прокси-сервера с помощью хапрокси. Вот там был, кстати, вопрос по поводу хапрокси, да, то есть, можно упереться в канал хапрокси, вот сейчас тоже в этом затронем. То есть, по сути, хапрокси – это балансировщик нагрузки, который умеет распределять и проксировать запросы по TCP и HTTP протоколу. Да, то есть, какие преимущества хапрокси? Ну, первое, он бесплатный, его можно использовать, не платя за него. Он легкий, шустрый, способен обрабатывать больше миллиона запросов в секунду, то есть, по сути, его можно ставить без какого-то дополнительного оверхеда по времени. Его несложно внедрять уже в работающий проект, то есть, на его настройку тоже потратить час-два времени и проверить, что все работает. Дальше можно будет расплодить его на все ноды. Да, и у него простая конфигурация, да, и поэтому его можно быстро настроить под свои ноды, да, и как-то распараллеливать. Ибо, если мы упираемся в канал хапрокси, то есть, мы можем упираться не только в канал хапрокси, то есть, в канал сети можем упираться. В этом случае нам нужно думать, как балансировать нагрузку между теми же хапрокси, между разными серверами. То есть, это тоже задача, которую, в принципе, мы сегодня не решаем, но ее тоже можно решить с помощью других инструментов, то есть, того же KeeperLive, о котором сегодня поговорим. Да, то есть, ну, давайте перейдем к настройке, то есть, все достаточно будет просто. То есть, снова же, нам понадобится пакет хапрокси, и нужно будет редактировать его конфиге. Да, если говорить про хапрокси, да, по сути, у нас есть некий фронтенд, да, и должен быть под него бэкэнд. Фронтенд, кто принимает на аквапорт, приходят запросы бэкэнд, куда они уже дальше фроксируются. Да, я настроил простой пример, когда мы все запросы обрабатываем с помощью одного порта и проксируем все, что нам приходит с 63.79 порта хапрокси машины на IP-шинге уже непосредственно редисов. Да, если говорить про бэкэнд-часть, да, здесь нужно обратить внимание на такие настройки, как TCP-check send-out, да, нужно указывать пароль нашего редис-сервера, чтобы редис его не отправлял с ошибкой. Да, ping-pong говорит там, что вообще работает или не работает, и info-replication мы дальше проверяем, если у нас вообще в редис-ноде у нас является мастером, либо не мастером, потому что все запросы уходили у нас непосредственно к мастеру. Да, поэтому здесь и дальше мы указываем все необходимые наши сервера, то есть редис-1, редис-2 и редис-3 в нашем случае укажем IP-шники, и с периодичностью в 3 секунды будем их ping-овать. То есть в теории у нас может быть downtime порядка 3 секунд, если у нас идет переключение, хотя вот с редисом в этом случае не должно быть проблем, поскольку у нас TCP-коннекшн должен держаться больше, чем 3 секунды. Ну, давайте это накодим и это сделаем. Так. Идем на наши х-прокси сервера. Так, я смотрю, что сессия у нас поднята, ничего не упало. Ну, давайте откроем файлик, чтобы все было точно правильно. Да, первое, что нам нужно будет сделать, нам нужно будет установить х-прокси. Очевидно. Так. Ставится пакет. И дальше не забываем тоже открыть порт наружу 6379, и я скопирую настройки для бэкапа. Вдруг я что-то сломаю. После этого нам нужно будет указать, я заэкспорчу данные в баш, чтобы их использовать. То есть IP-шники всех наших трех редисов. И, по сути, здесь уже не важно, кто является мастером, а в проксе сам определить. Да, и порт, и пароль нам тоже понадобятся. Экспортим настройки. Экспортим настройки. И дописываем в конец х-прокси наше состояние. Да, ну и после этого можно проверить, что все работает, рестартовав х-прокси. Да, то есть если открыть сейчас файл х-прокси, то убедимся, что все в нем окей. Да, смотрим то, что мы добавили. Front-end авторедис. Да, мы принимаем 6379 порт. И отправляем, по сути, на наши IP-шники. Да, все правильно. Все настроили. То есть еще вот для того, чтобы разбалансировать нагрузку, можно условно какие-то GET-запросы, то, что касается не модификации данных, а считывания, посылать на другой порт, например, 6380, и уже там балансировать с помощью х-прокси просто трафик между нашими слейвами. Тоже может быть хорошим примером для балансировки именно нагрузки. Да, то есть, но в конечном итоге все равно можем опереться в канал сети. Да, и вот здесь нужно уже будет думать о других решениях. Так, окей, х-прокси у нас работает. Давайте проверим, что у нас все работает. С помощью клиента будем коннектиться. Проверим IP-шник нашей ноды. Да, то есть, ну, у нас есть, по идее, вот IP-шник приватный нашей ноды. И проверяем. Минус H, 19, get, test, работает. И, если мы помним, мы указывали, get hello, все работает. Да, то есть, ну, можем сейчас проверить, что это не репликация. Set 5 days. HiLoad. И у нас все отрабатывает. Так, get 5 days. Работает на ура. Ну, давайте теперь проверим самый простой кейс. Попробуем снова же положить наш Redis Master. Мы сейчас топаем его. И сразу в этот момент пишем get 5 days. И не видим ответа. То есть, видим, что через 3 секунды сервер close connection, потому что не смог достучаться. То есть, и вот у нас, где могут быть ошибки. То есть, когда хапрокси переключает нас непосредственно на другой сервер, он будет обрывать connection. То есть, мы в теории можем потерять несколько запросов. Да, то есть, get 5 days. HiLoad. Ну, мы сейчас переключились, и все работает. То есть, можем проверить с помощью сета. Set 5 days 2. Set 5 days 2. Да, и у нас сейчас снова же все записалось. То есть, у нас активная нода подхватилась, и все работает. Сейчас с ней отлично. Ну, давайте сделаем старт. То есть, по сути, если у нас упал редис мастер, Sentinel его сейчас переключил, автоматически настроил другое, ах, а прокси тоже это понял и смог подхватить. Да. Так. Это мы проговорили. Вот, и выглядит сейчас наша схема примерно следующим образом. Да, то есть, Redis Sentinel, мы уже ввели фиолетовую рамочку. Да, то есть, у нас Redis Cluster живет сам по себе. Дальше у нас приложение обращается уже непосредственно к Апрокси, и которые проксируют его к активному мастеру. Да, и в фоне я пытался показать, тоже помонтируем, что у нас, по сути, Апрокси пытается найти именно активный мастер на текущий момент. Если один из серверов Redis упадет, то Redis Sentinel автоматически активирует один из доступных слейвов в мастер, и Апрокси будут отправлять уже к нему. Да, то есть, ну и в какой-то момент это было похоже на магию, что все уже вроде как работает, и у нас появилась надежда, что все стало стабильно. Да, добавьте пару копеек и взять AWS Elastic Cache. Да, здесь я задал вопрос, то есть, можно использовать готовое решение, то есть, есть вариант использования Elastic Cache от AWS, можно вообще на вас переехать, у DigitalOcean тоже есть готовое решение тоже, которое работает с Redis, но здесь вопрос того, как все работает, во-первых, изнутри, да, то есть, вам могут понадобиться разные Redis-версии, и вы в случае с Elastic Cache, вы не контролируете, что вообще вы используете, да, то есть, и круто, когда вам все подходит, и подходят те решения, да, то есть, ну и снова же, вопрос цены и вопрос денег, он достаточно большой, то есть, здесь, если можно платить, платим, да, иногда где-то можно и экономить. Ну, как бы, падает у нас сервер Haproxy, да, то есть, в этом случае у нас сервер упал, и что происходит с нашим приложением? Ну, как бы, что-то явно плохое, потому что в Haproxy лежит, приложение снова у нас недоступно, то, что мы настраивали, у нас, по сути, Haproxy превратился в Single Point of Fail, да, и у нас все упало. Да, как бы, но мы не отчаиваемся, давайте настроим еще один Haproxy, чтобы, когда падает первый, мы могли легко перейти на резервный Haproxy. Да, то есть, здесь у нас уже запущена нода, по сути, мы сейчас просто склонируем, да, и что мы сделаем? Мы сделаем следующее, да, то есть, у нас есть два одинаковых вообще Haproxy сервера, второй у нас стоит в режиме ожидания и ждет, пока его начнут использовать. Он эквивалентен по настройкам конфигурации с Haproxy, да, он тогда сам опингует постоянно активно мастер, чтобы в любой момент подхватить его работу. Да, и если у нас первый Haproxy упал, мы в приложении скажем, что обращайся к другому IP-шнику и работай, по сути, запрос уже к нему. Да, то есть, ну, подхватывают, у нас есть ручное переключение, но все уже относительно проще становится, нам нужно поменять всего один IP-шник. Мы здесь делаем это везде. Да, то есть, ну, давайте настроим Haproxy еще раз на втором сервере. Делать это достаточно просто. Делаем мы так же само. По сути, копируем настройки. Так, указали, скопировали. И после этого нам нужно будет точно так же скопировать настройки в Haproxy и настроить его. И чтобы проверить, что все работает, сделаем рестарт нашего сервиса и проверяем, что Haproxy у нас по-прежнему запущен. Все работает. Да, ну и давайте к нему попробуем сейчас достучаться по IP-шнику. Так, у него есть свой IP-шник 192.168. Так, из нашего контейнера будем обращаться к нему, чтобы убедиться, что все работает. Да, getFVDs. Да, да, и второй прокси сервер уже работает и ждет, пока упадет первый, чтобы мы могли обращаться к нему. Мы это накодили, да, то есть все это хорошо. Мы смогли настроить Haproxy перед редисом, но хочется, чтобы все было автоматически, чтобы нам руками вообще ничего не нужно было менять. Да, и вот здесь мы с вами сейчас подойдем к самому интересному, да, к LVS и VRRP. Да, что это такое, это нам понадобится в контексте, в настройке. Да, LVS это L4 роутер, позволяющий прозрачно и управляемо разруливать пакеты по заданным маршрутам, то есть он виртуальный сервер в Linux. Да, VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, да, это протокол предназначен для увеличения доступности маршрутизаторов путем объединения в группы маршрутизаторов в один виртуальный роутер и назначение им общего IP адреса. Да, и нам еще понадобится сейчас VIP. VIP это Virtual IP, то есть виртуальный IP, который как раз дается нескольким узлам и через которое происходит балансировка. Да, то есть представим, что у нас есть вот сейчас приложение, которое коннектится к нашему хапрокси не напрямую через IPшник 101, да, а через некий виртуальный IPшник 101, да, у нас есть второй апрокси сервер, который тоже у нас будет находиться в балансировке и который находится под IPшником 102. И в случае, если у нас в первой хапрокси сервер упадет, да, то виртуальный IPшник, он переназначится автоматом на вторую ноду. Ну, он не переназначится, а по сути мы когда будем обращаться к нашему по IPшнику 101, то он будет уходить на балансировку на вторую ноду, да, то есть на активную. Ну, примерно на схеме будет выглядеть это так, то есть у нас бэкап сервер получает IPшник 101 и уже работает с ним. Наше приложение при этом всем ничего не меняет и все отрабатывает на отлично, да, то есть у нас есть один IPшник, к которому мы по сути обращаемся. И вот, чтобы все это реализовать, у нас есть некая туза Keep Alive. Да, по сути, Keep Alive программный комплекс, обеспечивающий высокую доступность и как раз балансировку нагрузки. Он как раз и реализует в ERP и LVS. Да, то есть, ну, давайте, собственно, строим, собственно, автоматическую смену IP между хапрокси с помощью Keep Alive. Здесь, ну, уже все просто, да, сейчас можно поставить sudo.pt install Keep Alive, установить из репозиториев актуальную версию Keep Alive и отредактировать его конфиги. Да, вот здесь немножко о чем на них, про них рассказать. То есть у нас есть влево части глобальной конфиги роутера ID, то, что мы указываем, по сути, одежник нашего Keep Alive. Скрипт, который будет проверять общая работоспособность, то есть он проверяет, работает ли текущая нода, либо не работает. То есть я указал, что у нас, по сути, если хапрокси не запущен, то в этом случае нужно что делать. Да, то есть, собственно, если вдруг у нас нода машина полностью упадет, то в этом случае мы тоже сможем перенастроиться, переключиться на вторую ноту. Да, то есть с интервалом в одну секунду проверяется то, что у нас хапрокси недоступен. Да, то есть, ну и для того, чтобы все упало, нам нужно четыре раза постучаться к хапрокси, который скажет нам, что он лежит. То есть в теории, если есть какие-то ложных срабатываний, вот не должно быть, то есть если они есть, можно играться вот именно с этими настройками. То есть таких скриптов, которые проверяют работоспособность, может быть много, то есть можно проверять реально, что запросы проходят через прокси к редису, можно проверять вообще доступность непосредственно ноды. Да, то есть, ну, для простоты сейчас проверяем только то, что у нас хапрокси работает или нет. Да, в правой части у нас видно настройки уже непосредственно инстанса. Да, мы здесь указываем по умолчанию, будем указывать на двух хапрокси серверах примерно одинаково настройки. У нас стоит всегда будет бэкап, у нас нода будет инститализироваться в бэкап состоянии. Да, это нужно для того, чтобы когда у нас поднимается keepalive, он не пытался переназначить себе стать снова мастером. Да, и для этого еще нужна конфиг no preempt. Да, то есть представьте себе ситуацию, что у нас есть два сервера, да, ибо в хапрокси у нас все запросы идут через первый, и в какой-то момент хапрокси один падает, у нас опешник переназначается на второй хапрокси, и приложение отлично работает. То есть был небольшой даунтайм, то есть может быть там порядка 15 секунд до минуты, пока опешник будет переназначаться после в другой машине. Да, в этом случае может быть небольшой даунтайм, и очень неохота, чтобы когда первая нода восстановила свою нормальную работу, чтобы она снова стала мастером, в этом случае на skipalive скажет, что первая нода восстановилась, и давай-ка я буду обслуживать все запросы, да, и по сути в этом случае будет снова же переназначение айпишника, и снова же будет небольшой даунтайм. Чтобы этого не было, мы инициализируем ноды keepalive в состоянии бэкап и указываем флаг no preempt, чтобы минимизировать даунтайм. Но с этим нужно играться, то есть иногда было полезно, чтобы всегда знать, какая нода у нас является рабочая актуальна. Да, ну и чем будут отличаться нас настройки на двух серверах, то есть на хапрокси и хапрокси бэкап, по сути отличаются они приоритетностью, то есть мы должны указать одну ноду более приоритетной, то есть у нас мастерная будет с приоритетом 100, а другая будет с приоритетом 99, то есть выбирается мастером, если две бэкапы, но выбирается мастером та, которая выше приоритет. Unicast, SRC, IP и Peer, здесь у нас SRC, IP это IP-шник, текущие наши ноды, Unicast, Peer, здесь мы указываем IP-шники всех нод, которые мы должны проверять между собой на работоспособность. Ну и Syncation это то, что мы передаем пароль, между нодами они общаются тоже защищенно. И Virtual IP-адрес, здесь мы указываем IP-шник, собственно, Virtual IP, который мы получили. Да, то есть, если говорить про Keeper Live на бэкап ноде, вот отличается, по сути, он только тем, что мы пероритет понизили и поменяли местами IP-шники. Ну давайте это накодим и пробуем это сделать. Надеюсь, у меня здесь не будет никаких проблем с IP-шниками. Так, устанавливаем пакет на обе ноды. Так, на первую установился, на первой хапрокси. И можем эти конфиги теперь сначала указать IP-шники наши, которые у нас есть. Так, экспортируем настройки. И сейчас вставим настройки Keeper Live. Вставляем и давайте проверим, что все вставилось так, как мы ожидаем. Keeper Live, Keeper Live. Да, прокси 1. И проверим, что все вставилось так, как надо. SadoService. Keeper Live. Restart. Рестартуем и проверим, что он запущен, он работает. Все, у нас рабочая машина запущена. Первый хапрокси с Keeper Live. Да, и теперь точно так же настроим второй наш бэкап сервер, между которыми они будут общаться. Настраиваем. И копируем настройки. Да, я здесь уже поменял. Идем в терминал и проверяем, что здесь уже все работает. Рестарт. Статус. Да, у нас запущен. Да, можем еще проверить, что у нас. Сейчас на второй ноде у нас в IP-адресах, по сути, приватный его адрес 1908.168.150.72. Да, а на хапрокси у нас есть виртуальный адрес. Да, если мы его просмотрим, то здесь у нас тоже 19 – это главное, и 63 – это наш виртуальный IP-адрес. То есть я использовал, я использовал в данном случае провайдер или нод, да, они выдают приватные IP-адреса по запросу дополнительные. То есть им нужно написать, и дальше можно его использовать. И единственное, что нужно сделать в интерфейсе, в линоде, то, что я не показывал, например, прокси-бэкап, а в вкладке Networking. Нужно добавить IP, секция IP-шеринг, найти нам нужный сервер и его указать. Да, вот в нашем случае я указал, что я могу расшарить 63-й IP-шник. Да, не будет ли проблем, Павел спрашивает, есть виртуалки, запущенные в облаках. Часто обычно провайдеры фильтруют запросы IP, которые явно не принадлежат виртуалкам. Здесь вопрос достаточно открытый, то есть можно работать с помощью кипи-лайда вообще с даже не приватными IP-адресами, да, с публичными. То есть в случае, если падает сервер, то дергать при этом API вашего провайдера и менять ему некий, ставить другой публичный IP-адрес. То есть пытаться вообще реализовать шеринг IP самостоятельно, да. Проблема, то есть вот я запущен сейчас в Linode, да, виртуальный провайдер, и я у него запрашиваю IP-адрес, и по сути в рамках одного дата-центра все работает отлично, все будет работать на ура. То есть здесь будет зависеть именно от провайдера, да, и в принципе большинство из них поддерживают эту технологию, то есть нужно просто запросить. Они называются по-разному у провайдеров, то есть знают, что у DigitalOcean называется floating IP, да, то есть запрашивается IP-шник, но дальше все отрабатывает так, как так должно. Так, ну окей, мы запустили, и давайте проверим, что все действительно работает. То есть наш виртуальный IP-адрес это 168-140-63. Так, давайте к нему будем как раз стучаться. Проверим, что виртуальный IP-адрес работает. Да, мы смогли зайти по виртуальному адресу, и теперь getFVDs, и все у нас отрабатывает, и все работает так, как и должно работать. Да, у нас два кипы live настроены, они сейчас работают так, как должны, то есть можем проверить работоспособность каждого. Например, я здесь возьму, я просто убью сюда сервис хапрокси, сам простой кейс, снова же хапрокси, стоп. На одной из нод я останавливаю хапрокси, и смотрим, что у нас происходит в этом случае на бэкапной. Да, и обратите внимание, что у нас уже на бэкапной ноде появился приватный API-шник дополнительный, виртуальный, который мы указывали. Да, то есть API-шник, по сути, назначается быстро, но не так быстро, как хотелось бы для самого приложения, то есть нод в этом случае делает небольшой downtime. Сейчас можем проверить это. То есть сейчас напишу сюда service kpalav status. Так, все работает, по статусу можно проверить, что у нас происходит непосредственно с kpalav давайте сейчас мы находимся здесь, и я возьму, напишу get for days, проверю, что все работает. Да, ответ получили быстро, все супер. Да, мы сейчас обращаемся на вторую ноду, напомню. И давайте сейчас я возьму и напишу сюда service хапрокси стоп. Да, мы уже якобы должны переназначить IP-шник, я пишу get for days, и я ответ сразу не получаю. Да, я жду, то есть у вас происходит некий downtime приложение, то есть когда у вас сервер упал, keep live уже понял, что у нас что-то не так с хапрокси и попытался там переназначить на другой активный IP-шник, да, то есть мы сейчас посмотрим на статус, то мы видим, что здесь enter and master state, да, он перешел в мастер, да, поди, еще не отреагировал, смотрим на IP-адрес, то есть у нас уже IP-шник назначился, но Redis пока не отвечает, да, то есть вот здесь может быть некий downtime, обычно это происходило быстрее, порядка 15 секунд, мне хватало, чтобы все отработало так, как надо, да, то есть, ну мы видим, что IP-шник уже здесь, а Redis еще не ответил, да, то есть, ну давайте еще раз оборвал connection, да, то есть, и пытается к нему приконнектиться, но пока хапрокси пытается, проверим, что у нас не по виртуальному IP-шнику, мы можем достучаться по-реальному, и да, по-реальному мы можем достучаться, get five days, что происходит с запросами, не складывается какую-то очередь, вот хороший вопрос, зависит от ваших настроек Redis, и клиента, с которым вы работаете, то есть, будет зависеть от таймаута, который вы установите, да, если у вас keep-a-lap переначает IP-шник достаточно долго, то в этот момент у вас запросы по сути будут провисать и будут ожидать выполнения, да, если таймаут настроен большой, то в течение 15 секунд условно IP-шник переназначился, и все запросы с задержкой выполнились, да, но по сути пока keep-a-lap переназначает IP-адрес пока он переходит, да, у вас может быть некий даунтайм, пока вы, то есть, ну, запросы отвалятся по таймауту, по сути, они не могут достучаться, здесь еще сильно зависит от провайдера, то есть, ну, вот этот момент оба он хорош тем, что мы можем автоматически все поднять, да, давайте я проверю, 63-й до сих пор не пингуется, то есть, под нагрузка, как часто очередь переполнялась, нет, вопрос не в перенаполнении, вопрос именно в connection таймаутах, да, то есть, все ждут, очереди никакой нету, то есть, скорее всего, просто будут отваливаться по connection таймауту, так, давайте проверим, на какой ноде у нас сейчас, у нас где-то потерялся айпешник, он находится на первой ноде, и пробуем сейчас снова же остановить еще раз хапрокси, застопать, и запустить его на, проверяем, что находится здесь, айпешник уже переназначился на вторую ноду, так, який с веб-дашбор, який выдображат эмэстанны самосховыщ редис, готовых, я не скажу, то есть, есть вообще редис веб-юай, да, можете посмотреть редис веб-юай в докере, есть прям готовый для этого компонент, вот, так написал про метэус плюс графана, да, тоже мониторить редис состояние, именно не столько уже хранилища редиса, так в целом его состояние, да, то есть редис веб-юай позволяет вам еще и полазить как бы визуализация для редиса, да, то есть, ну, прямой то есть графан, то решение, которое мы используем для мониторинга состояния редиса, для редиса, для лароэл коррества, лароэл горизонт, да, ну, лароэл горизонт, он не как бы, он предназначен для очередей, да, он показывает вам состояние, по сути, очереди, да, работает у нас очередь, либо не работает, да, и что вообще происходит с очередями, но не в целом про состояние редиса, то есть, для его мониторинга, тоже отдельные тузы, для графана есть экспортер, да, то есть, для промотеуса есть, по сути, экспортер, и уже для графана есть доски, которые помогают визуализировать все это делать красиво, так, проверяем, сайпешник завис, но давайте сейчас перейдем дальше, стопнули, мастер, да, и все отработало, вроде бы у нас магия есть, да, давайте попробуем все-таки еще постопать наши прокси-сервера, да, например, я сейчас полностью рестартану наш прокси-сервер основной. Да, Александр, спасибо за вопросы. Я пропустил вопрос, KPLI поднагрузка не падал при переназначении IP, здесь вопрос, как бы, KPLI сам по себе, на него нет никакой нагрузки, то есть KPLI, он просто работает сеть, и он переназначает, и работает с виртуальными адресами, то есть может упасть на условно хапрокси за счет того, что там очередь запросов, ожидающих выполнения скопила достаточно большая, но и резкий произошел скачок, но в целом с этим проблем не должно быть, то есть проблемы могут быть именно в переключении, то есть переключение IP-шника, вот есть некий downtime, пока они переключаются. Так, апрокси я отключился, так, я заповоровал, либо, да, поднял уже. и давайте еще раз перезагружу. Смотрим, у нас на этой ноде нету IP-шника, да, если я сейчас полностью кельну нашу вэкапную ноду, сделаю ей работ, да, то kiplab тоже должен это понять и должен переназначить по сути IP-шник с бэкапной ноды на прокси ноду. Так, ну, пока мы ждем, можете задавать вопросы, я старался уложиться максимально быстро, чтобы долго не задерживать, сделать все динамично. так, видим, что у нас нода поднялась, но не могу понять, почему у меня так, и коннектимся к этой, давайте по этому IP-шнику проверим, что у нас все работает, да, отработало, хапрокси бэкап, и по идее он автоматом переназначился, перезапустился, в общем, дальше можно играться уже с количеством балансировщиков, и пробовать его настроить под свои потребности, то есть можно держать не одну ноду резервную, а две ноды резервной для хапрокси, да, и балансировать нагрузку не только через, не только на мастер репликацию, но еще и на слейвы, да, то есть в этом случае уже стоит модернизировать немножко приложение, да, чтобы у нас, по крайней мере, запросы с кризису с одного реквеста проходили в рамках вот на одну машину, да, то есть на другие реквесты уже мы проксировали на другие слейвы. Так, мы залогинились, здесь мы IPшника не видим, и должно быть все сейчас окей. Так, ну, IPшники у нас переназначаются, да, то есть все отрабатывает, и в этом происходит магия, то есть, как я понимаю, у вас задача это отказоустойчивость, а не стрессоустойчивость, да, то есть наша задача, чтобы все максимально долго работало и то есть не падало, то есть при падениях само автоматом поднималось, да, то есть задача была именно в automatic fall over. ну, давайте пока вопросы пишутся, да, то есть что в итоге у нас вышло, да, у нас мы реализовали функционал, да, с двумя хапрокси-сервирами, один у нас находится как бы капный, просто простаивает и ждет, пока он сможет подхватить свою работу, да, при этом у нас первый хапрокси, он проксирует запросы к мастер-серверу, то есть второе, в принципе, мы иногда используем для тестирования, чтобы понять вообще как отработать, что отработать, то есть такой резервный сервер, который можно проверить на работоспособность хапрокси немножко по-другому, при других конфигурациях, да, то есть дальше у нас есть редис-кластер из трех редисов, да, мы настроили, у нас появился редис-сентр, который мониторит состояние активных мастеров и автоматически его переключает, да, и есть еще слейвы, которые тоже находятся в активной работе и ждут, пока они переключатся с редиса, с слейва на мастер, да, где у нас могут быть потери, по сути, ну, первое, если у нас упадет мастер, да, то слейвы, поскольку это не мастер-мастер-репликация, это репликация с помощью мастер-слейв, да, могут быть небольшие задержки, то есть есть небольшой лаг, и в теории мы можем потерять небольшую часть данных, когда мастер падает и другой слейв переключается на, становится мастером, да, то есть вот задержка, те данные, которые были, их не будет, да, и это по поводу записи, да, на чтение у нас могут быть ошибки, в целом, если у нас падет хапрокси, пока у нас будет трансфериться IP-шник с одной нодой на другую, то есть у нас тоже могут быть ошибки, но уже не на запись, а именно на чтение, то есть это не столь критично, то есть если отвалить, что-то не записалось, то это не так страшно, когда данные просто потерялись, но это нужно иметь в виду при репликации мастер слейв. Да, ну, в итоге у нас получился достаточно устойчивый, отказоустойчивый кластер с автоматическим перенастройкой IP-адресов, да, и все это работает достаточно недорого, то есть без, как говорится, переплат. А список материалов я тоже прикрепляю, список статей, на что бы обратить внимание, где почитать, как настроить, тоже можете пользоваться и смотреть. Так, еще есть пара вопросов. При больших количествах данных переключение происходит буквально довольно больно, для 6 гигабайта занимает около 40 секунд. Был ли опыт использования настройки Reply Backlog Size? Так, вопрос, я не скажу по поводу Replication Backlog Size, да, то есть мы не работали, а переключение происходит довольно больно, для 6 гигабайт занимает около 40 секунд. В случае, когда у вас, то есть, зависит же от режима персистентности, да, в каком режиме вы работаете, да, UF, либо RDB, и здесь уже будет, то есть, влиять на время переключения, то есть то, о чем вы говорите про инициализацию 40 секунд, да, когда с нуля слайд запускается и все считывается RDB, либо в режиме UF, пытается 40 секунд досинхронизировать данные с мастера, либо это вот Ready Stop, а потом Ready Start и занимает там 40 секунд, пока все закрутится в память. Да, Тарик, они пробовали Application научить общаться с Sentinel, брать мастера и писать в него, но и брать Sentinel и слейвов, читать с них без всяких апрокси? Да, это вот хороший вопрос, то есть в Ready Sentinel на самом деле даже есть клиенты, то есть Sentinel мониторит и с ним можно работать, то есть он возвращает некие ошибки, с которыми можно дальше обрабатывать и понимать, что поменялся мастер и переключать по сути код на работу с ним. Да, и вот здесь была самая большая проблема в том, что нужно учить Application работать с ним, учить писать код, в коде могут быть ошибки, то есть в принципе это не такое стабильное решение как использовать хапрокси, то есть хапрокси плюс ко всему позволяет балансировать нагрузку между мастерами и слейвами, да, большое преимущество с Sentinel, то есть это можно сделать, но придется реализовывать самому. по докладу у меня в принципе все, то есть я готов к вашим еще вопросам, да, спасибо вам, то есть ну, как бы, Дарик, написать вот код всегда можно, можно писать без хапрокси, тут в сути сами мониторить состояние Redis и там кто из мастера прям даже нет приложения, какой-то сторонний мониторинг, который будет мониторить состояние и менять настройки в конфигах у вас. PHP Redis из Pecle по ChangeLong говорит, что умеет Sentinel, но это не точно. Да, умеет, то есть ну, здесь нужно модернизировать снова же код, да, наша задача была не модернизируя код, прописывать и работать с Redis если одно приложение в принципе можно без хапрокси, то есть хапрокси все равно добавляет некого, еще один уровень возможных ошибок, да, то есть но с другой стороны хапрокси мы еще используем для прокси скиля, здесь у нас идет балансировка, балансировки, то есть в принципе отказоустойчивость можно настраивать по-разному, да, а почему не издать прокси скиль самостоятельно без всяких хапрокси, ну, сейчас вопрос уже идет по вопрос идет про баз данных, да, я неправильно сказал, хорошая ремарка, мы сначала использовали хапрокси вместо прокси скиля, а сейчас перешли полностью для баз данных, используем Percon'у и используем там прокси SQL, да, то есть прокси SQL для проксирования запросов, вот он, если был бы такой еще прокси SQL для Redis'а, то вообще цены им не было, чтобы проксировать запросы между GetSet, ReadWrite и автоматом разруливать, да, у нас просто до этого использовался хапрокси как раз, а потом завезли и прокси SQL, был бы Sentinel для прокси SQL, было бы вообще круто, так, по сути, прокси SQL является Sentinel, то есть мониторить состояние вас активных Redis' кластеров, ставить себе Percon и кластер, с RabbitMQ бублы досвид кластеризации, ну вот здесь в таком формате, что прям разбора не было, то есть RabbitMQ снова же тоже позволяет настраивать отказоустойчивость, и снова же я больше чем уверен, что придется проксировать запросы и использовать HapRoxy Keep Live, да, то есть вот зачастую HapRoxy Keep Live, которые нужны для балансировки использования одного IP-адреса, да, то есть по крайней мере Keep Live, так точно, чтобы разруливать, чтобы приложение, по сути, знало только один IP-шник, куда можно обращаться, а дальше у вас за ним может стоять уже 3, 4, 5 разных машин, которые будут обрабатывать ваши запросы. Вот, Павел, я не встречал для Redis готовых решений, которые позволяют проксировать рид-запросы на реплику рид, да, и которые пишут уже в мастер, то есть вот то, что делает ProxyScale, да, было, по сути, и еще и сразу мониторить состояние реплик, то есть Sentinel было бы неплохо, чтобы еще умел и это делать, но нет, то есть есть можно PHP посмотреть, что есть готовое решение, да, то есть либо же посылать на разный запрос на разные реплики. То есть мы это разруем снова же с помощью KeepLive, то есть с помощью хапрокси, то есть настраиваются два разных фронта, настраиваются условно порт на 63709, который принимает райт-запросы, обслуживает райт-запросы и смотрит только на мастер-реплику. И есть на хапрокси открытый порт 6380, условно, да, который уже проксирует на любую реплику, да, то есть он работает только с гет-запросами, то есть вы из вашего приложения должны это понимать и на порт 6380 посылать только гет-запросы. Субтитры создавал DimaTorzok